Приветствую всех! Приглашаю посмотреть гайд, как в первый же игровой день получить Омега Кирфура в обновленной версии Voices of the Void 0.8.0 и выше. Благодаря обновлениям игры теперь это сделать стало возможно еще проще и быстрее, чем раньше, и для этого теперь совсем не обязательно массово убирать мусор сразу. Если это видео окажется для вас полезным, можете подписаться на мою страничку на Boosty по ссылке в описании под роликом. Это поможет создать больше интересных и полезных видео по ВОДФ. Как делаем теперь? Приходим на базу, сбрасываем чемодан, продаем улучшение «История радара», за это дают 22 очка. Заказываем на это два ящика для продажи предметов. Теперь ищем рядом с домом вот такую мусорку и берем ее с собой в инвентаре. Хотя она занимает в нашем инвентаре три сотни, но вот в ее внутренний инвентарь влезает 1200. И даже когда она полная, то все еще занимает три сотни. Слово «мусорка» — это хранилище богов. Вне времени и пространства. Пока дрон таскает нам ящики, в консоли ставим метку SV Target Oscar. В недавнем обновлении интересное для нас бревно теперь перенесли на левый берег, так что едем по левой стороне реки, и в этом тайнике лежит 50 сухпайков. Бревно теперь повернуто почти вертикально вверх. Запрыгнуть более чем реально, хотя может быть и не с первой попытки. Крюк здесь совсем не нужен, просто подтягивайтесь, зажав Ctrl и пробел. На подтягивания теперь, кстати, расходуется стамина. По моему опыту 0,6 тратится на подтягивания, а если стамины становится слишком мало, то тогда подтягивания не сработает. То есть, если сильно просели, не надо на последней стамине прыгать в это бревно, иначе оно станет вашим новым домом. Ну а если так даже и случится, то выбраться можно специальной кнопкой. Перекладываем сухпайки из бочки в мусорку и берем ее с собой, возвращаемся на базу и отгружаем в первый ящик 43 сухпайка. Больше этого в него все равно не влезет, потому что сухпайки теперь тяжелее. С продажи этого добра получится 430 очков. Нормально так. Сразу сначала на верстаке теперь лежит молоток. Возьмите его или найдите в подвале и ломайте там ящики. С ящиков теперь есть высокий шанс получить компоненты сырья. Причем могут упасть как базовые ингредиенты для крафта, вроде резинового мусора или пластиковых бутылок, так и уже скрафченные предметы сырья, как, например, пластиковое или металлолом. Если же из ящиков готового сырья не упало, то пластиковое сырье можно легко собрать на верстаке из 12 пластиковых бутылок, либо 4 штор, которые находятся здесь же. Касательно же куска металлолома, он теперь сразу сначала лежит на верстаке, то есть его даже искать не потребуется. А электросырье можно сделать из стареньких нокий. Резиновое вторсырье делается из 4 кусков резинового мусора. Получиться в итоге у нас должно 2 электронных сырья, 2 пластиковых, 1 резиновое. Выкладываем это на верстак вместе с металлоломом. Сейчас начинает светать, поэтому берем с собой молоток, мусорку и кофейную шоколадку из холодильника на кухне. Она поможет по пути восстановить стамину, если вдруг ее будет мало. Ставим метку SV Target Golf. Доехали, заходим в терминал, далее вбиваем на нем же SV Target Uniform. Прямо между ними есть сарай. Забираемся внутрь, находим лопату и череп. Хотя череп, это уже совсем другая история. Теперь заходим в терминал Uniform и ставим метку на Victor. Едем медленно, виляем зигзагами и посматриваем по сторонам, пока не найдем неприметный заколоченный колодец. Достаем молоток, разбиваем доски, прыгаем внутрь. Над ней лежит крюк и кости. То, что не влезет, можно сложить в мусорку. Есть нюанс. В 0.8.0 добавили возможность переключаться на зимний вид и обратно. То есть у нас есть летняя версия карты, есть зимняя версия карты. Казалось бы, изменение чисто декоративное, но когда становишься на воду, то лед тебя выталкивает наверх. Из-за этого появился следующий баг. Поэтому, пока не соберете то, что в колодце, не переключайтесь на зимний вид. Потому что коллизия льда может вытолкнуть крюк и кости туда вниз, за карту, и уже вряд ли их получится оттуда достать. У меня был такой момент, я прыгнув в колодец, нажал этот зимний вид, крюк исчез, и я такой, ёппарасота, как я теперь буду отсюда выбираться-то? Ну, ладно, цепляем крюк к стене и выбираемся. Кидаем левой кнопкой, отпускаем правой. Подтягиваться можно колесом мыши. Теперь ставим метку SV Target Whiskey. Как только приехали сюда, чуть справа будет подъем. Забирайтесь на него и увидите вот такую статую козла. Теперь от нее и едьте тем же самым маршрутом, который видите сейчас в ролике. Здесь на камне теперь лежит шлем. Его тоже берем с собой, стоит он очень неплохо. Теперь ставим метку SV Target TR2. На небольшой скорости проверяем участок примерно метров на 20 юго-западнее. Вот она, поляна голой земли с костями, которую мы ищем. Здесь и лежит радиоактивная капсула. Берем лопату и выкапываем. Пока идет анимация, резко отбегаем назад, пока анимация завершится. И тогда подбегаем к капсуле и берем ее. Но не в руки, а сразу в свой инвентарь. Потому что пока она находится у вас в инвентаре, то урона не наносит. Точно так же она, кстати, не будет наносить урона, пока находится в каком-нибудь контейнере. Теперь возвращаемся на базу. И во второй ящик добавляем еще 7 сухпайков из того же тайника, которые не влезли при первой продаже. Туда же и шлем. Отправляем. Пока дрон летит, берем крюк и достаем ключ-карту с помощью него. Как только карту зацепили, сматывайте к себе колесиком мыши и она притянется. Карты открываем переднюю дверь бункера. Здесь теперь для карты есть специальная щель, на нее нужно оттыкнуть картой. А внутреннюю дверь, чтобы вы думали, теперь можно взломать. В новой версии так можно делать с дверями, даже закрытыми на код. То есть теперь устройство для смены пароля вообще не нужно. Когда откроете дверь, подоприте ее стулом, который здесь же лежит, а то она закроется и опять придется второй раз ее ломать. Оттаскиваем ящики, зажимая Shift и E и забираем книжку. Примерно в этот момент вам придут на счет деньги с продажи шлема и оставшихся сухпайков. Сумма на счету теперь превышает 1000 очков. На них заказываем два керфура желаемого цвета. И разбираем обоих керфуров на части. Здесь стоит убедиться, что на верстаке лежат два пластиковых вторсырья, одно резиновое, один металлолом, два электронных сырья, сам мануал книжка, пять частей керфура и нужный цвет. Самый последний достаем радиоактивную капсулу и отправляем на верстак ее. Тут стоит учесть, что пока капсула находится с вами рядом, то начнет наносить урон, поэтому действуем побыстрее. И вот так омега керфур готов еще в 12 часов первого дня. И больше никаких унылых поездок по хешам, кучи сломанных серверов. Теперь можно спокойно, никуда не торопясь, исследовать сигналы, приводить базу постепенно, так размеренно, в порядок, сортировать найденные предметы и исследовать карту. Если понравилось, говорите в комментариях, что думаете. Стараюсь отвечать всем. Приятно будет, если поделитесь с друзьями, которым нравится Voices of the Void. Если желаете пообщаться и следить за новыми видео, то можно подписаться на паблик в Телеграм. Добра вам, хорошего настроения и интересных сигналов из космоса.